Дорогое собрание, сегодня это прекрасное воскресное утро. Сегодня Дух Святой провел у нас Церковь Божию, Церковь Иисуса Христа. И сегодня у лазарей этой Божьей любви, сегодня Дух Святой сегодня желает с каждым из нас беседовать. И сегодня это воскресное утро, мне вместе с вами в глубине своего сердца хочется сказать славу нашему Господу, славу нашему Искупителю, славу нашему Победителю, славу нашему Иисусу Христу за все то, что Он сделал для нас. А что же Он для нас сделал? Он сегодня дал нам право называться детьми Божьими. Он послал в наши сердца этот прекрасный дар Духа Святого, которым взываем Абва Отче. Сей самый Дух, свидетельствует Духу нашему, что мы дети цара царей, что мы дети, искупленные кровью нашего Господа Иисуса Христа. И пусть сегодня вся слава будет нашему Господу. Одна сторона, когда мы произносим славу Богу, вторая сторона, когда эта слава живет внутри нашего сердца, когда эта слава наполняет наше сердце Духом Святым, когда нам хочется воздавать славу великому Богу, великому цару, великому Победителю. Пусть имя Господа нашего Иисуса Христа сегодня будет прославлено в этом служении. Совсем недавно мы вспоминали этот величайший праздник. Быть может, мы праздновали этот праздник. Праздник воскресения Господа нашего Иисуса Христа. И я скажу сегодня, недаром этот праздник, он происходит весной, когда все вокруг расцветает, когда травка зеленеет. И этот праздник не начинается, не заканчивается в один день, потому что он происходит весной, когда все вокруг расцветает. И как бы хотелось, чтобы вместе с природой, вместе с воскрешим Иисусом Христом мы укреплялись верою и надеждой в нашем Господе Иисусе Христе, за что слава нашему Господу, за все то, что Он сделал для нас. И сегодня, в это прекрасное воскресное утро, я хотел бы вас приветствовать этим прекрасным приветствием. Христос воскрес! Садитесь, пожалуйста. Великий смысл заложен в этих простых словах, которые сегодня произносили и произносят, и будут произносить миллионы людей. Потому что Пасха, она не начинается, не заканчивается в один день. Этот праздник происходит всю жизнь. Сколько мы будем жить на всей земле, этот праздник будет всегда гореть в наших сердцах. Потому что Иисус Христос воскрес, и с воскресшим Иисусом Христом мы воскресаем верой и надеждою в нашем Господе Иисусе Христе. И сегодня мы видим эти видимые знаки, и эти видимые знаки нам говорят о том, мы сегодня вспоминаем страдания Господа нашего Иисуса Христа. И я хотел бы прочитать Исаии, 53 глава, 4 стиха. Но Он взял на Себе наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничтожен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира наше было на Нем, ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веденным был на заклане и как агнец пристревущим его безвласен. Так Он не отверзал уст своих. Благодарение Господу, что однажды на землю пришел наш Иисус, и Его победа сегодня наполняет наши сердца Духом Святым. Первую весть о рождении Иисуса услышали пастухи, ангелы возвестили им о рождении Господа нашего Иисуса Христа. Также первую весть о воскресении Господа Иисуса Христа удостоились получить первым женщинам, а также Мария Магдалина, в котором в 20 главе описывает Иоанн. И мы давайте прочтем Иоанна 20 глава. «Пришел Иисус, встал посреди них и говорит, мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги и робра свои. Ученики обрадовались и увидев Господа. Иисус же сказал им вторично, мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас! Сказав это, Он дунул и говорит им, примите Духа Святого. Кому просите грехи, тому просится. На ком оставите, на том останутся. Фома же один из двенадцать, называем Близнец, не был тут с ними, когда проходил Иисус. Другие ученики сказали им, увидели Господа. Но Он сказал им, если не вижу на руках его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в робра его, не по веру. После восьми дней были в доме ученики Его и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди них и сказал, мир вам! Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в робра мои, не будь неверующим, но верующим. Но мы видим, что Иисус приходит к Своим ученикам и говорит, мир вам! Я хотел бы, дорогое собрание, сегодня в это воскресное утро, я хотел бы приветствовать всех вас этим прекрасным христовым приветствием. Мир вам! Иисус сказал эти слова, которые способны провести мир в любом человеке. А сегодня все мы, как никогда, я думаю, нуждаемся в этом божественном мире. Я однажды задавал вопрос, и мне вновь хочется задать вопрос. Задавались ли мы вопросом, почему сегодня люди причиняют столько зла себе и ближним? Почему сегодня дети проносят родителям больше горя, чем радости? Почему? Почему сегодня нет абсолютно счастливых людей, а у каждого возникают проблемы, которые мешают радоваться жизни? Но я думаю, что христиане, они знают, как находить выход из этих создавших ситуаций. Но Павел Тимофея пишет в письмо, 1 Тимофея, 4 глава, он пишет такие слова. Дух же ясно говорит, что в последнее время отступят некоторые от веры, немая духом обольстителя и учением бесовским. Но 2 Тимофею, он пишет такие слова Тимофею, и он направляет свое письмо и говорит послание такое. А вот знай, что в последнее время наступят времена тяжкие. И что же за время будет? Ибо люди будут самолюбивые, сребролюбивые, гордые, надменные, злоречивые, родители непокорные, неблагодарные, нечестивые, недружелюбные, непримирительные, клеветники, невоздержанные, жестокие, нелюбившие добра, предатели, наглые, напышенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия. Но сегодня слово Господне говорит, что в последние времена наступят времена, тяжкие. Но что же за время такое будет? Но времена тяжкие. Но я хотел бы сегодня задать вопрос. Сегодня я вас приветствую этим прекрасными словами, мир вам. Но я хотел бы сегодня спросить каждого из нас, скажите, пожалуйста, откуда приходит мир в наши сердца? Но если мы откроем сегодня книгу пророка Исаии, 55 главу, то здесь слово Господне нас направляет так. Жаждущие идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите покупайте, ешьте, идите покупайте без серебра и без платы. Но сегодня стоит вопрос, как можно пойти в магазин и купить без серебра и без платы. Но сегодня слово Господне нас направляет, если сегодня я, если сегодня ты, дорогой друг, брат и сестра, потерял мир в нашем Господе Иисусе Христе, здесь слово Господне направляет нас, если сегодня жаждет душа наша, чтобы в нашем сердце, наше сердце было наполнено Духом Святым, Духом радости, Духом хвалы нашему Господу, то слово Господне говорит, что жаждущие идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра. Сегодня Господь предлагает даром. Но скажите, пожалуйста, но как нам найти этот мир? И в 6 стихе, 55 главе, нас слово Господне направляет, ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте Его, когда Он близко. Но сегодня Господь Духом Святым, Он сегодня присутствует в этом служении, да, аминь, потому что так говорит Священное Писание, потому что слово Господне говорит, где вас двое или трое собраны во имя чьё? Во имя моё, говорит Господь, там и я посреди вас. Сегодня Господь нас Духом Святым привёл в нас куда? В Дом Господень, в Церковь Господню, чтобы сегодня все мы, я и ты, дорогой друг, нашёл Господа. И сегодня слово Господне нас направляет, чтобы мы сегодня искали Господа. Ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте, когда Он близко. Сегодня Господь Духом Святым, сегодня присутствует в этом служении, да, аминь. Но как сегодня нам надо ощутить благодать Господню? И сегодня седьмой стих нам говорит такие слова. Да оставить нечестивый путь свой, и беззаконник помыслов свои, и обратиться к Господу, и Он помиловать Его, и к Богу нашему, ибо Он много милостив. Для того, чтобы сегодня Божья благодать, сегодня наполняла наши сердца, то сегодня Господь Духом Святым, Он сегодня направляет наши сердца, чтобы мы искали Господа, и да оставить нечестивый путь свой, и беззаконник помыслов свои, и обратиться к Господу, потому что Он много милостив. И я сегодня, я не знаю никакой более другой опасности в жизни христианина, как опасность загрязнения тайников его души. Тайники сердца, которым, быть может, не знает никто, ни муж, ни жена, быть может, не самые близкие друзья, но которые однажды обнаружены передачами Божьими, либо помогают нам приближаться к Богу, либо удаляться от Него. Я сегодня скажу, если сердце христианина в правильном отношении перед Богом, то его сердце всегда будет наполняться Божьей благодатью, этой Божьей хвалы радости, Божьего счастья. Но когда сердце христианина в правильном отношении перед Богом, он всегда будет терять мир. И сегодня Слово Господь нас направляет, что жаждущие, идите все к водам, даже и вы, в которых нет серебра, идите покупайте без серебра и без платы. Но сегодня Господь Духом Святым, Он нов и нов направляет наши сердца, чтобы мы искали Господа, искали, когда можно найти Его, и призывали, когда Он близко. В Салмопеве с Давидом обращается к Богу, и Он нуждается в Боге, и Он нуждается в Божьей благодати, чтобы Божий мир наполнял Его сердце Духом Святым. Он, Давид, обращается к Богу, поднимая взор, и из глумины Его сердца вырывается слова, «Многократно омой меня, от беззакония моего и греха моего, очисти меня, сердце чистое, сотвори во мне Божие». Я думаю, что Давид, он, испытывая Божьи благодания, Давид чувствует, как Дух Святой подходит к груди его сердца, и он уновь и уновь поднимает взор свой к небу, и он молится, «Окропи меня и сопом, и буду чист, омой меня, и буду белее снега». И я думаю, что Бог услышал Его искреннюю молитву. Но сегодня, дорогое собрание, сегодня мы видим эти видимые знаки, и сегодня видимые знаки нас, как бы направляют нас и говорят такие слова, «Да испытываешь за себя человек, и таким образом пусть едет от хлеба сего и пьет из часа сей». Сегодня мы прошли в Дом Господень, чтобы вновь и вновь нам проверять наши сердца, чтобы сегодня Дух Святой мог заворить сегодня к нашим сердцам. Мы сегодня стоим перед молитвой, и сегодня Господь Духом Святым через Слово Свое Он обращается к груди твоего моего сердца. Давайте откроем Псалом 84, 9 стих. Здесь Господь сегодня обращается к каждому из нас. Послушаю, что скажет Господь Бог. Он сегодня скажет мир народу своему и избранным своим, так близко к боящимся Его спасения Его, чтобы обитала слава в земле сухой. Милость и истина встретятся, правда и мир облазается. Милость и истина встретятся. И пусть сегодня благодать Божья. Сегодня мы стоим перед молитвой. Сегодня мы будем нуждаться в Боге, чтобы Господь сегодня Духом Святым Он сегодня наполнил твоё моё сердце благодатью этой живой росой радости, этой живой росой счастья, потому что однажды пришёл Иисус на землю, Он одержал победу над адом, крепитал ад, бесы спускались в преисподнюю, они затыкали уши, они не ходили слышать о крови Господа нашего Иисуса Христа. Наш Господь Иисус одержал победу над адом, чтобы сегодня Церковь Господня, Церковь Иисуса Христа, на благодарение Богу, Который даёт нам что? Который даёт нам торжествовать во Христе Иисусе, и благо непознание о себе распространяет нами на всяком месте. И пусть сегодня это торжество, пусть сегодня этот гимн хвалы Божьей благодати, оно сегодня поёт в нашем сердце, оно ликует в нашем сердце. Воскрес наш Спаситель, и пусть сегодня вся слава добудет нашему Господу, склоняя наши сердца, наши колени, и будем нуждаться в Божьих благословениях на это служение. Аминь. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. Спасибо. . . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. . Спасибо. Дальше. Ибо многие сказали, Господь жажду исцеления, да, я его даю, арманескелту гломан, но сегодня предлагаю сложить многим покаяние и расстаться к романагутайзан, то, что насилие носите, арманескелту монагломан. Ибо я Бог свободы, арманагломан, ибо я Бог действия, арманагломан, ибо я Бог мудрости, арманескелту громан талминтаман, рибедегистаман гейзентаман, ибо многие по обряду пришли к романскелту монагоман. Но я Бог силы, Ирмана Кромана Густаман, И я Бог мудрости, Ирбедескалту Гломан. И сегодня желаю лично, Армана Гломан, Лично встретиться, Армана Глобан и Гестабен Гейзен. Ибо многие сказали, Громит Майзен, Я пойду к Романескаман, но участвовать не буду. Почему к Романескалту Манегейзен? Это же сила моя, это же мудрость моя, Это же победа моя, Армана Скалту Мана, Ригиталскамана, Ригутмана. И на ней я стою за свой народ, Романа Гломан и Густаман. И стою, чтобы дать силу дать, Армана Гломан Эйзен, И мудрость дать, Ирбеда Гломан, Чтобы народ пережил, Пережил личную связь со мною, Армана Густалту Гломан. Чтобы Громан Эгутайзен, Громан Таман, Не только видел знаки, Армана Гломан, Но внутреннее отношение, Армана Скалту Мана, Ригутаман Гейзен Гломан, И тогда твоя боль уйдет, Армана Гломан Эгустаман. И тогда, Креман Эгутайзен, скажешь, Во имя Иисуса, Армана Гломан Эгустаман, И будет сила, Армана Гломан, И будет мудрость, Армана Гломан Эгустаман, Когда призовешь к Романе Густаман Гейзен, Скажешь, во имя Иисуса, Жажду победы, Ирбеда Густаман Гейзен. Ибо многие говорят, принимаю, Участвую, но и с вене не переживаю. Ларебедискалту Мана Гломан Эйзен, Личная связь со мною, Армана Густаман Гейзен Таман, Лично пережить силу Духа Святого, Армана Густаман, Лично пережить прикосновение мое, Риту Малскабеда Гломан Гейзен, Ибо многие пришли с грузом, Армана Эскелту Гломан Эгустаман, И говорят, нет той победы, Нет той силы и нет той связи С Богом моим, Армана Эскелту Мана. Но сегодня желаю я дать эту связь И победу, Армана Гломан Эгустаман, Ибо Рику Талстаман Эгломан Эйзен, А многие сказали, проблемы в доме, Армана Эскелту Гломан Таман, Рибеде Густаман Гейзен, И почему-то ты видишь это в мужа, Или жена, или Риман Эгломан, Или муж жене, Армана Эгломан, Личная связь со мною, Армана Эгломан, И тогда открою тебе, где проблема, Армана Эгломан, И откроются глаза и скажешь, Господь мой Бог живой, Риту Малска, Бадарибид Галсту, Бадача Меде Густаман, Лейзен Таман, дети мои, Иметь силу мою, Арман Эгломан, Иметь связь со мною, Армана Эгломан, Иметь мудрость мою, Иметь связь со мною, Арман Эгустарман, Мэзен Таман, Верить в меня, Арман Эгломан Гейзен, Это не просто выслушать чье-то свидетельство, Арман Эгломан, Да, ободришься, Арман Эгломан Эгутайзен, Но личная связь со мною, Арман Эгустарман, И тогда сила моя, и тогда вера, Арман Эгломан Эйзен, Ибо говорят, молимся, молимся, И нету, Арман Эгломан Эгломан Эглен, И не будет, Арман Эгломан Эглен, Будет тогда, когда будешь переживать меня и личную связь со мною, Арман Эгломан Эгломан Эглен, Ибо заглушают слово мое, и нету связи тогда со мною, армадокусталаман тумана. Живой я Бог, сильный и действующий, армадокалстуманагломан. Ибо сему ритумалстуманагломан тартуманагэйзен. Искали ли вы связь со мною, армадокусталтуманан? Искали ли вы меня, краманэскалтуманагломан? Ибо рибетгайзен туман принесли свои болезни, принесли, я вижу, армадокустаман. Принесли нужды, принесли проблемы, армадокусталтуманан. Но когда я внутри краманагломангэйзен, всегда вера. Меня мой Бог слышит, мне мой Бог поможет. Ирбетгайзен туманастаман, и посему кралтубедескэментаман. Я желаю народ разгрузить Искарабидескалтуманан. И лично встретиться со многими Ирбетескалтуманан. И ныне краманагустаман я предлагаю эту встречу. Рэлскаманэкалтуманэ краманагустаман. И посему народ поторопись, раманагломан. Ибо ожидаю тебя я здесь, армадокламанэйзен. И готов протянуть тебе руку помощи, краманаскалтуманагэйзен. И я готов, раманаскинтугломанэгутайзен, исцелить дух, душу. Арманаскалтуманэкроманагустаман. Ибо рибэдэгустамангэтускалтуманан. И тогда скажешь, о, это чудесный день в моей жизни, когда я пережил, когда я вкусил этот хлеб. И когда я взял чашу, я пережил, что воистину Бог коснулся меня, арманагломан. Достав все, что пришел, принес, арманагломан. Достав мысли, ибо мысли, мысли и нету победы, раманаскаламанариман. Но сегодня я предлагаю эту победу в силе крови, раманаскалтуманэ. Но сегодня я предлагаю эту силу, раманагистаман, для своих детей, арманаскалтуманагломангэйзен. Я забирающий ношу, арманагломанэйзен. Я дающий новое мышление. И ты скажешь, жив мой Господь, арманагломан. Он воскрес и в моем сердце, он воскресший Бог, арманаскалтуманагломантаман. Он живой Бог, арманаскалтуманагломанэйзен. И не будет мучить так финансовый вопрос, арманагломан. Ибо я так, раманагутайзен, и я поменяю мысли. Раманэйзен, и я дам любовь, арманагломанэйзен. Те, которые, ты говоришь, мешают. Но я дам любовь, и будешь благословлять. Арманаскалтуманагломан, ритуманаглобанэгустамангэйзен. Я дам почувствовать родство со мною. То, что вы мои, арманагломан, а я ваш. Рибидыгустаманэйзен. И никогда не скажешь, Бог не слышит. Бог не видит, арманэ. Наверное, забыл про меня. Лэраманскэменэ. Как мокрый, арманагломан. Вы же мои, страдал одинаково за всех, арманэ. И кровь пролилась одинаково за всех, арманэ. И люблю одинаково. Не выбираю, кого любить, а кого наказывать. Не выбираю. Люблю, люблю, краманагломан. И из любви своей наказываю порой, арманэскэлтуманэ. Но ныне милость моя. То, что слышите слово это, арманагломан. Ныне любовь моя. То, что слышите слово это. Ибо из-за любви своей ныне милость моя. Арманагломан. Для народа. Ребедэ густамангейзен. Я готов простить. Я готов помиловать. Я готов, арманагломангейзен. Навести порядок в сердцах. Арманагломан. Я желаю отношений с детьми своими. Арманагустаман. Лэребедэ гломангейзен. И тогда не скажешь в сердце своем. Вот Бог там ответил. А мне медлит харкистамангейзен. Вот Бог там дал. А мне не дает. Арманэскэлтуманэ. И не скажешь тогда, арманагломан. Но это личное отношение со мною. Арманагломан. И ныне критумалскам. Арманагломанагустаман. Вижу каждое сердце. Арманагломангейзен. И вот иду по рядам. Иду, кроманагломан, и вижу плачущих. А вижу просто стоящих. Арманагломанагустамангейзен. Вижу нуждающихся. А вижу просто молчащих. И говорит, Господи, что же со мною? И ныне Господь говорит, поторопись ко мне. Арманагломантаман. И пожелаю произвести работу. Арманагустамангейзен. Готов ли ты оставить груз, Армана Гламенезен? Готов ли ты оставить мысли, Армана Гламенезен? О, я готов дать помощь, Армана Скалтумана. О, я готов дать свободу, Армана Гламенезен. Я готов дать пережить силу крови, Армана Гламенезен, Армана Гламенезен. Я Бог силы, я Бог мудрости, я Бог любви, Армана Скалтумана Гламенезен. И тогда с верой и силой скажешь, а дом мой будет служить Господу, а я и дом мой принадлежат Господу, а мой Бог дает здоровье, а мой Бог дает силу, а мой Бог дает переживание пережить его, Армана Скалтумана Гламенезен. И пойду от сердца к сердцу, Армана Гламенезен, и вижу томящихся. Римана Густаменезен, сложи это, отдай, Армана Гламенезен, и скажи, лично встречусь, хочу встречиться с моим Богом, Армана Скалтумана. Лично хочу пережить это хлебопреломление, лично, Армана Скалтумана Гламенезен. Ибо Римана Густамен моя сила действующая, и моя мудрость великая, и мысли я исцеляю, и покой даю, Армана Гламенезен. Ибо я не для кого-то Бог говорящий, но для народа своего, и в народе моем действии будут, Армана Гламенезен. И свобода придет, и сила придет, Армана Гламенезен. И вот, священники, вступите за народ, Армана Гламенезен, ибо сила моя, ибо небо открыто, ибо мудрость Бога, ибо сила Бога, Армана Гламенезен. Ритумана Граменезен, ибо Риманска, я исцеляющий, я сегодня жажду исцелить дух, душу и тело. Ритумана Гламенезен, я сегодня действую в народе, Армана Гламенезен, и я не смотрю ни на звание, ни на призвание, но действия мои силу имеют, и власть имеют, Армана Гламенезен. Я имею ключи, Армана Гламенезен, мне подвластен ад, и смерть мне подвластен. О, Римансен, ты подумай, пред кем стоишь, человек, пред Богом живым, действующим, могучим, сильным, Армана Гламенезен. И вот такой Бог, такой Бог желает иметь с тобой связь, личную встречу, Армана Гламенезен, ибо многие седовласые, вам близок переход, а я желаю иметь личную встречу, чтобы вы пережили меня, Армана Гламенезен. Ибо многие готовятся, но не с того готовятся, Армана Гламен, встретиться со мною, пережить меня, желаю научить молиться народ свой, Армана Гламенезен, и стать в проломе каждому за свое состояние. Ибо живой я Бог, сильный я Бог, Армана Гламенезен, могучий я Бог, Армана Гламенезен, ибо даю мир детям, которые нуждаются во мне. Даю мир, которые зовут меня. Даю мир, Армана Гламенезен, которые ищут меня. Даю мир, Армана Гламенезен, он ощущается сердцем. Лара ки сутаман, он ощущается в духе. Лара ки туман сэнтаман гейзен. Ваши вопросы. А мой мир, Армана Гэдустамадэйзен. Ваши, ребята, гутайзен проблемы. Но мой мир, Армана Гламенезен, а ки туркалстамэны. Ваше обессилевшее состояние. Но и встреча со мною и мир мой. Армана Гламенезен, ибо ритумана Гламенезен. Ламана Густаман тяжелое время, нелегкое время. Армана Густамадэйзен, но мой мир, мир верить в Бога живого. Мир верить в царя царей. Мир верить в ответ Божий. Армана Густаман. Мир верить в то, что написано. Армана Скелтумана. Я не писал для учеников и не для того времени. Но написано для вас. Для моих детей. Для моих избранных. Канта Романа Гэйзен. И все, что написано, оно сбывается. Оно отвечается. Оно дается. К Романа Густаман Гэйзен. Лареки Тумайзен. Ибо вот желаю дать веру в то, что написано. Хансен Тумана. В то, что написано. Не просто слова. Не просто Тарман Гэйзен. Там точки и запятые. Не просто. Это действия моих. Романа Гэйзен. Народ мой. Это сила моя. Там. Армана Гломан Гэйзен. Ибо порой открывается. Говорите. Как не для меня. Консент Тумана. Но не так говорит Господь. Написано все для вас. И для тебя каждый. И все, чего не попросишь. В молитве с верой. И Армана Густаман. Будет. И Армана Скал Тумана. Будет кроманный. Искал Тумана Гломан. Есть. И Армана Скал Тугломан. И вот даю веру. Армана Густаман. Жаждущим веру. Армана Густаман. Гэйзен. Ламана Густаман. Предлагаю веру. Армана Густаман. Рукой не возьмешь. Ирбита. И не купишь. Армана. Но сердцем. сложи народ у себя, армана гломан, ибо подхожу к каждому жаждущему, арманы гломан, возьмите веру арманы густормэн гломанэйзен, и скажи жив Господь веру в Бога живого армана скаламана, и то что написано веру арманы гломанэнэ, и исполнится дай им ин верю арманы густормэлтуманы гломанэйзен, и решу вопросы изилищные арманы Ибо даю веру Армана Гламана Густама Найзен, и дам любовь к жене, и дам любовь к мужу, ибо даю веру в Бога живого, ибо предлагаю личную связь со мною. Армана Густама Найзен, и позабочусь, и найдешь работу, и позабочусь, и устроение дам в доме, и среди тех, которых находишься, Армана Гламан, ибо забота Бога, вера в Бога. Армана Густама Найзен, и вот говоришь, чьи-то Бог ноги исцеляет, а мои нет, исцеляю и твои, Армана Гламан, ибо личная связь со мною. Армана Густама Найзен, народ мой, я твой Бог, и предлагаю свою силу, и предлагаю свою мудрость, Армана Гламан, и предлагаю встречусь со мною, и предлагаю пережить эти видимые знаки лично, в духе, не просто взять, но пережить то, что, кроме Нагутама, я Бог некогда родился для тебя, пошел на страдания, умер ради тебя, и воскрес ради тебя. И то, что написано, это все для тебя, для твоей жизни, и оно не просто написано, и оно не просто оставлено, а оно для вас, для народа, ибо раз кемент угломан, живой Бог, сильный Бог, и вновь грядущий за своей церковью, оно не предлагаю, возьмите силу, ибо есть Бог живой. Амин. Дорогой Небесный Отец, сегодня Господь, церковь твоя, наследие твое, склонилась у ног твоих, кромин туфатус, Господь, но мы благодарны тебе, великому Богу, великому цару, Господь, что мы сегодня дети твои, что мы, Господь, в доме твоем, в храме твоем, что сегодня церковь твоя, она находится под защитой крови твоей, под твоим покровом, слава тебе, хвала тебе, честь тебе, Господь. И сегодня, Господь, мы молим твое благословение в дальнейшем, Господь. Мы молим, Господь, милости твоей, мы молим, Небесный Отец, Господь, благослови каждое сердце, благослови, благослови своим благословением, наполни Духом Святым каждое сердце, наполни во имя крови твоей, во имя победы, Господь. Доцарит слава твоя, доцарит мир твой, Господь, доцарит радость твоя. Мы, Господь, это служение, мы вручаем руки твои под охрану защиты крови твоей, Господь. И возносим лишь только тебе славу, тебе великому Богу, Отцу и Сыну и Духу Святому. Аминь.